Здравствуйте! В прошлом видео с отзывами о моих картинах видеоотзывы Елены Резник стал конечно победителем благодаря вашему голосованию. Прошу вас активно голосовать и за сегодняшние видеоотзывы участника и чтобы мы определили следующего победителя. Пишите номер выбранного вами отзыва в комментариях под этим видео. После серии видеоотзывов между победителями мы проводим специальный конкурс. Напоминаю, что каждый обладатель моей картины может стать участником конкурса и победить. Главный приз – моя картина из последней коллекции. Еще есть просьба. Я видел в ваших видео некоторые из своей картины, которые несут в себе сакральную информацию. Отдельно обладателям этих картин я напишу письмо, чтобы по мере необходимости они смогли придать мне картину на один-два дня всего. Конечно, все расходы по поводу транспортировки мы берем на себя. Дальше в определенное время некоторые из ваших картин мне будут нужны. Однажды я скажу, для чего. Прислать все могут свои видеоотзывы о картине вы можете на почту мегд.вафа.собакамиль.ру. Или свяжитесь с центром по телефону плюс семь девятьсот двадцать семь, с двадцать один, двенадцать тридцать. И для тех, кто хочет познакомиться с моими работами, есть ссылка под этим видео. Конечно, хочу сказать огромное спасибо за участие. И пусть эти картины украсят вашу жизнь. Огромное спасибо. Всех благ. До встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Тарвельди Валяман. Я из Азербайджана. В настоящее время живу в Японии. Учись в докторантуре в архитектурном факультете. Сегодня я бы хотела вам рассказать о моей прекрасной картине, которой принадлежит коллекции господина Мехтибрагима Вафа, человека, который я безумно люблю и очень глубоко обожаю. В 2020 году у меня, я тогда жила в Турции, училась в магистратуре, у меня почти что в жизни было всё. Денег, учёба, всё было прекрасно на высшем уровне, любовь, работа. Почти что всё, чтобы я считала себя действительно счастливым человеком. Но как-то вдруг, просто вдруг, я почти что начала потерять всё. И деньги, и здоровье, и любви, и просто шанс. На 99% моя жизнь изменилась в негативную сторону. И тогда, когда я советовала, обращалась для совета своим друзьям, своим близким, к психологу, не знаю, к каким-то там гадалкам, и никто не мог дать мне ответ, конкретный ответ, что было в моей жизни. О чём была вообще речь? Что было конкретной проблемой, кроме господина Мехтибрагима Вафа? С помощью Аллаха. Конечно, когда я обратилась к нему, он конкретно сказал, что одна из моих близких в то время подруг, она сделала негативное воздействие в мою жизнь. И действительно, он точно описал её характер, почему она это сделала. И, конечно, дал свои бесценные советы для будущего, чтобы избегать таких же проблем. И он обещал помочь мне. Причём бесплатно. Я хочу просто это сказать, что он не хотел никаких денег, чтобы помогать мне. Он просто сказал, что да, если ты обратилась мне, я помогу тебе. И действительно, тогда он просто советовал. Я лично тогда очень боялась, жила одна. Я просто два месяца, я помню, что ночами я просто не могла спать. Как только я хотела уснуть, безумно хотела уснуть, была сонной. Но как только я спала, как будто кто-то разбудил меня, и это было просто ужасно. И когда после, так как я обратилась к господину Мехти, он посоветовал мне из-за моих страхов и защиты для будущего, обрететь его картину. Причём он сделал очень большую скидку для меня, и я это тоже помню. И я обрела вот этот мой прекрасный картин. Тут не знаю точно видно или нет, цифры 2 и 7. И когда я спросила господина Мехти, зачем эти цифры написаны тут, он сказал, что это для удачи. И действительно, действительно, день, я точно помню, когда я, вот она, доставили мою картину в мой дом в Турцию, в мою квартиру, тот день, первый, как бы первый раз видела пост про Японию. Про именно, как получить стипендию на высшем уровне, на государственном стипендию, и как переехать, и как жить в Японии. Япония была моей мечтой, и именно этот день, эта картина помогла мне избавиться от всех страхов. Просто я могу сказать, что с этой прекрасной картиной радость пришла в мою жизнь. Действительно, вот оно дало мне мотивацию для будущего, и я поставила конкретную цель для своего будущего, что всё, я перееду в Японию, я обязательно выиграю эту стипендию, и моя жизнь, она переходит, пусть она переходит на позитивную сторону. Вот действительно, я хочу советовать людям, мы много чего можем покупать и позволять себе. Не знаю, дорогие там телефоны, какие-то брендовые одежды, не знаю, ювелиры, золото, бриллиант и так и далее. Но в этом жизни, коротком жизни, в которой мы живём, картины господина Мехте, я могу сказать, что действительно, они, не знаю, что-то бесценная вещь, которая просто сокровище. Мы можем себе позволить, о котором потом мы будем получать стопроцентные выгоды. Конечно, у господина Мехте есть разные картины для разного как бы. цели для кого-то. Вот моя картина именно является защитой против негативных действий. Там порчи, не знаю, и других разы, просто сглаза порчи, и таких-то других негативных воздействий. Но желающих и будущее, я обязательно буду обращаться для бизнеса, для любви, для, не знаю, удачи. И чисто сердечно, вот я как человек, тут нет никакого, не знаю, там, или рекламы. Это просто правда. И я никогда... Прошло уже три года, я уже живу в Японии, в моей жизни всё прекрасно, но я никогда не забуду и буду говорить, когда, как только будет у меня способность, об этом картине, об этом прекрасном человеке. Пускай те, у кого есть возможность, я вам сто процентов советую. Обретите для себя, лично для себя, для своей счастья, для своей свободы, для своего будущего. Обретайте картины господина Мехте. Поверьте, это чудо действительно поможет вам изменить, изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Спасибо вам всем. И ещё раз я хочу поблагодарить господина Мехте. Пусть у всех, каждого из нас, я ещё являюсь его ученицей, пусть каждого из нас сбудутся все желания, пусть, как он говорит, всё будет хорошо, всё будет здорово. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемый учитель Мехди. Меня зовут Мину Гуль. Я из Казахстана. У меня есть вот такая картина, которую я приобрела у вас. Хочу поделиться своими эмоциями. Я сразу, с первого взгляда, в неё влюбилась. Она просто безумно красива. И я её заказала. С того момента происходят чудеса в моей жизни. Самое главное чудо, что вся моя семья, все мои родные и близкие живы и здоровы. Потому что как раз в 2021 году у нас очень сильно шла пандемия. И у многих знакомых, даже у соседей происходили очень такие события, когда они теряли своих родных и близких, членов семьи. И благодаря, конечно, этой картине мы прошли этот сложный этап нашей жизни. Все живы-здоровы. Я за это вам огромное-огромное спасибо, господин Мирди. Я её заказывала, чтобы всё было хорошо в моей жизни. Так и есть. На работе хорошо. Я работаю. У меня повышение по моей зарплате. Так и стала больше получать денег. До этого, до приобретения картины, у меня очень сильно мучили головные боли. Была очень сильная утомляемость, очень сильная усталость. Но после того, как я приобрела эту картину, как-то спустя какое-то время, я даже не заметила, прошли, просто так прошли головные боли. То есть я не лечилась, ничего не делала. Мы сами по себе в один момент прошли, и потом я раз обратила внимание, а где эти головные боли? Я стала улыбаться. Появилась любовь к жизни. Я стала обращать внимание на природу. Спасибо вам огромное за всё, что вы делаете мне, моей семье, моим родным и близким. Спасибо за то, что вы помогаете людям, которые к вам обращаются. За всё вам огромное спасибо. Низкий поклон. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Вот это моя картина. Моя картина счастья. Мехти, большое вам спасибо. Уже три года она у меня. И я знаю, кто бы со мной рядом ни был, что бы со мной ни случилось, что я буду всегда счастлива. Вот такой уверенности мне даёт эта картина. Она висит у меня в комнате. Вот я, как приобрела эту картину, обрела душевный покой. Желаю всем, всем объести вот этот покой, покой счастья. Это моя картина от Мехти. Мехти, спасибо вам за всё. За вашу уверенность, которую вы нам даёте. За счастье, которую вы нам даёте. Когда какой-то вопрос в жизни случается, и когда не знаешь, что делать, как поступить, у нас есть возможность сделать с вами видеозвонок, развить все свои сомнения. Это самое главное. Я искренне благодарю вас за всё. Спасибо вам. Живите долго-долго на этой земле. Вы нам нужны. Моя картина. Самое счастливое – это моё счастье. День добрый, Мехти. Это Массерат с Мадрида. У меня есть ваша картина, которую я повесила в зале. И эта картина называется «Космос». Я её повесила, где собираются мои дети. Они находятся в этой гармонии и любви. И это всё благодаря вам, Мехти. Вы не только великолепный художник, но вы прекрасный врач с большой буквы и квалифицированный психолог. Ваши картины – это как талисманы. Они творят чудеса и есть картины на все случаи жизни. Мехти, низкий поклон вам и вам, вашим помощникам, за то, что вы помогаете нам в этой нелёгкой жизни и в это нелёгкое время. Посмотрите, как божественна эта картина. Ну, прямо там, где живут ангелы. Благодарю вас, Мехти. Благодарю. Здравствуйте! Это моя картина от господина Мехти. Она мне даёт жизненную энергию, позитив, хорошее настроение, здоровье у меня улучшилось. И чай также помог для моего здоровья. Иммунитет улучшился. Я себя хорошо чувствую, слава Богу. И всё благодаря господину нашему учителю Мелоди. Также она также мне помогает эта картина, чтобы правильно мыслить, идти вперёд. Также в деньгах у меня порядок всё стало. Раньше беспорядок был у меня в деньгах, а сейчас порядок правильно. Могу даже почувствовать ситуацию, чтобы не ошибиться и чтобы не было финансовых потерь. Также в личной жизни у меня наладилось всё. Раньше если я думала, что буду одна жить, оказывается нет, не одна. Мой мужчина сильно полюбил меня. ещё родным тоже помогает картина. Если у них раньше были трудности, то сейчас эти трудности ушли. Спасибо большое, господин Мехди, благодарю за ваш великий труд. Это очень большой труд, чтобы передать энергию стольким людям в мире никому не под силу. сейчас у меня ещё одна картина есть. Вот она картина это она тоже мне нравится. Получается одна картина это одна энергия, две картины это две энергии уже. Желаю господину Мехди, нашему учителю, любимому хорошее настроение, здоровье, хорошее, счастье, всегда улыбаться и чтобы он радовался и может быть мы он хочет чтобы мы радовали его позитивную энергию от нас получать больше.